МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Вечерний диалог». Мы выходим в прямом эфире. Наш телефон 461-6868. Звоните нам. Сегодня у нас в гостях Юрий Лотарев, начальник управления градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского городского округа. Здравствуйте! Здравствуйте, Лена! Юрий Иванович, сегодня у нас достаточно интересная тема. Формирование новой экосреды в городе Раменск. Это возможно при комплексном развитии территории. В конце 2021 года вышло такое постановление. Что же оно подразумевает? Вкратце это называется КРТ, комплексное развитие территории. Это молодой достаточно законодательный акт, но если позволите, я прямо вставку из градостроительного кодекса. Это статья 64. Цели и задачи комплексного развития территории. Прямо буквально по пунктам. Целями комплексного развития территории является обеспечение сбалансированного устойчивого развития поселений городских округов путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика архитектурно-стилистических и иных характеристиках объектов капитального строительства. Ну, то есть вот это в этих словах, наверное, там дальше идут и другие пункты, но всем понятно становится, о чем идет речь. О принципиально новом подходе городостроительной политики и в Московской области, и во всей стране. Значит, нас эти перемены ждут? Да, разумеется, поскольку они, ну, может быть, даже опоздали немножко, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Да, институт как раз КРТ позволяет мобильно, быстро и эффективно, его иногда называют волюнтаристским, некоторые, соответственно, заинтересованные лица. Но чем хорош КРТ, институт КРТ, он позволяет мгновенно и эффективно устранять проблемы городской среды. Юрий Иванович, а где будут производить комплексное развитие территории у нас? Ну, дело в том, что мы вот буквально в прошлом году, в конце прошлого года, утвердили генеральный план развития Райминского городского округа, рассчитанный на 25 лет, соответственно. И площадки, ну, генпланы, это не генплан, он охватывал территорию всего округа, но потенциально мы уже эти площадки видели. Ну, естественно, они соответствуют всем нашим ветхим, аварийным, где находится скопление вот этих вот ветхих аварийных домов. Это прежде всего, потому что это самая насущная на сегодняшний день задача и проблемы в округе. Их порядка, если мы там прошли, да, есть критерии, соответственно, признания аварийного, ветхого. И вот из полутора тысяч, из полутора тысяч многоквартирных домов, которые находятся на территории Райминского округа, одна треть полностью соответствует вот этим двум словам, да, ветхий и аварийный. Юрий Иванович, вы знаете, есть вопрос от Николая Сергеевича Маркина. Он интересуется, кто будущий застройщик и бенефициар КРТ? Имеет ли отношение ООН новое девелопмент к проекту? Если имеет, то вас просят рассказать о застройщике. Какие проекты осуществлены этой компанией? Почему предлагают ликвидировать санитарно-защитную зону, которая является Буловинский лес? Ну, как много всяких вопросов, но все они, да, касаются нашумевшие, да, во многом, не побоюсь этого слова, спекулятивной такой немножко политики некоторых товарищей. Значит, Буловинский лес, давайте сразу тогда, значит, к терминам. Давайте. Значит, в соответствии с, значит, по вопросам, да, ну, во-первых, он никакой не лес, да, ну, принято его так называть, да, это массив некий в депрессивной части нашего города. И тот КРТ, первый проект комплексного развития территории, мы, собственно, и выбрали эту площадку именно исходя из того, что это депрессивная промышленная зона города. Мы хотим дать новое развитие этой территории, и ничего лучше и прекраснее этого леса не существует. Мы будем называть его лес, пусть привыкли лес, да. Там речь идет, ну, все-таки мы смотрим, там, общаемся с людьми о какой-то вырубке, да, вот везде это звучит, вот это слово нехорошее, и кому понравится вырубка, да. Но даже в эскизе идеи проекта, ну, у нас арифметика, понимаете, там порядка девяти гектаров земли, да, которые вот залесенные, так назовем ее. Вот, даже в эскизе идеи проекта речь идет о санитарной вырубке, прежде всего, дефектной ведомости. И по площадь застройки примерно соответствует двум и девяти гектарам. То есть, если мы просто арифметические, да, какие-то действия, то мы говорим о том, что в минусе уходит где-то, ну, три гектара, да. Ну, никак не десять, там, не двенадцать, когда там шальные люди там пишут всякую чушь какую-то. То есть, речь идет о трех гектарах, ну, и в соответствии с законодательством происходят и компенсационные высадки. То есть, не пересадка, потому что это невозможно, да, пересадить там какую-то вековую сосну. А территория вокруг, и за которой примерно соответствует вот этой локации, она порядка там кратно, вот эта компенсация будет осуществлена. Произведена. Юрий Иванович, вы извините, мы сейчас прервемся на звонок. Здравствуйте, будьте добры, представьтесь, мы вас слушаем, говорите. А, всем добрый вечер. Во-первых, я хочу поздравить наше Раменское телевидение с 25-летием, пожелать им успехов, дальнейшего развития, хороших репортажей. Я, Татьяна Филипповна Михайловича, 14. Да, Татьяна Филипповна. У меня такой вопрос. Наш Раменский район попал под пилотный проект реновации. Реновация будет проходить, пилотный проект проходит в три этапа. У меня такой вопрос. В Хрущевке как будут переселяться, на каких условиях? И вообще будут ли переселяться? В какой район? И если жители будут против? Спасибо, Татьяна Филипповна. Ну, Татьяна Филипповна, да, отвечая на ваш вопрос, да, были выпущены соответственные критерии этой реновации. Ну, прежде всего, само слово реновация, это не юридический термин. Это, ну, если прямой перевод, это обновление, да. И сразу почему-то ассоциация с московской реновацией. Здесь есть очень серьезное отличие, ну, принципиально качественное отличие. Дело в том, что московская реновация, она, у нее функционал был упреждающий, чтобы вот эти вот пятиэтажки, да, ну, хрущевки в народе, они уже подходили к этому статусу аварийных и ветхих. И чтобы это не случилось, московская реновация как раз на упреждение, и, собственно, весь проект и был запущен. Подмосковная, я не буду о ней судить, но Раменская, ну, если будем такой термин применять, но это больше прилагательная, да, реновация, она немножко другая, если не сказать не немножко, а совсем другая. Дело в том, что у нас, вот я еще раз повторюсь, из полутора тысяч квартирных домов одна треть уже ветхой аварийной, по всем критериям. То есть мы здесь не на упреждение, она уже реагирует на проблему, которая вот она стоит, то есть одна треть, а это, соответственно, 500 домов уже признаны, они попадают под критерий, то есть самая реновация. Естественно, отвечая на ваш вопрос, то, что в народе хрущевки или пятиэтажки, это вполне себе еще, вполне еще себе, ну, они позволяют, они в самом конце реализации этого проекта. Спасибо. Юрий Иванович, ответили ли вы на предыдущие вопросы, которые следовали до звонка? Да, ну, не все, да, их здесь было много, соответственно. Там и по поводу застройщиков. По статусу, по застройщику ничего не могу сказать. Дело в том, что застройщиком будет лицо, которое, собственно, будет заключен договор о КРТ, а это, соответственно, все будет аукционом определено, вот, и будет входить состав этой документации там, аукционной. И все-все-все вот эти вот, то, что было перечислено, это все как раз результат аукциона, который только состоится. Не могу гадать здесь. Понятно, спасибо. А территория Булунского леса будет затронута, Юрий Иванович? Да, конечно, мы уже говорили об этом. Именно эта площадка выбрана, но она не того, ради, чтобы его срубить, понимаете? Потому что сейчас активно там внедряется в сознание людей, да, вот-вот сейчас побежали, там чего-то срубили. Это принципиально новая застройка, которая сейчас квартал, эко-квартал планируется. И он вообще как бы должен, по нашему мнению, стать драйвером вообще развития нашего города именно поэтажности, по наполнению и насыщению зелеными насаждениями. Потому что существует программа, которую вот сейчас вот на основании утвержденного генерального плана мы сделали. То есть вот это город-парк. То есть ее такой девиз пока рабочее название город-парк. И эталоном, да, освоения как новых каких-то территорий, так и реконструкции уже существующих кварталов как раз и будет вот этот вот, вот этот проект, да. Юрий Иванович, у нас еще один телезритель, который хочет задать вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, алло. Да, да. Меня зовут Евгений Александрович. Поселок Удельная, улица Полевая, дом 22А, двор и рабочий. Наши дома шлакоблочные, в частности, 53-го года рождения. Потолок тесовый. Значит, трубы отопления совсем плохие. Живем на коллекционной яме. Значит, вместо, когда, значит, под что попадают наши шлакоблочные дома, 6 домов трехэтажных и двухэтажных. Простите, пожалуйста, в чем суть вашего вопроса? Простите, у нас просто время ограничено. Что будет с нашими домами? Когда? Капитальный ремонт или что будет? Спасибо. Юрий Иванович. Отвечаю. Ну, мы опять возвращаемся, соответственно, к аварийным и ветхим. Дело в том, что, собственно, когда случилась вот та самая реновация, о которой мы говорим, ну, наш подмосковный, дело в том, что государство увидело огромную дыру, да, финансовую дыру. Ну, то есть вот эти бесконечные ремонты, капитальные, некапитальные, колоссальный забор средств. А самое главное, что, к чему они приводят? Ну, да, к поддержанию каком-то более-менее там относительно человеческих каких-то. И то не всегда, да. Поэтому и такой радикальный шаг предпринят государственной властью. Надо избавляться от этого, потому что ничего, кроме бесконечных ремонтов и нечеловеческих условий проживания, мы получаем. Соответственно, вот если говорить о том доме 59-го года, естественно, он в первые, там, это барак и перекрытие и все остальное, он в самой первой очереди под, соответственно, КРТ. Как раз институт КРТ, это как раз для этого и придуман, чтобы точечно реагировать, ну, не реагировать, а решать эти вопросы. Юрий Иванович, общий вопрос от членов инициативной группы «Сохрани Булонский лес». Почему Булонский лес стал именоваться как территорией с древесно-кустарниковой растительностью? При том, что в лесохозяйственном регламенте города Раменской Булонский лес указан как городской лес защитной категории. Какие основания такого подлога? – Подлог – это термин юридический, соответственно, здесь это надо еще посмотреть, что за подлог. А в части статуса этой территории, то у нее он не определен. У нас, соответственно, есть ответ из комитета лесного хозяйства Московской области, где эта территория не является лесом. На сегодняшний момент в действующих нормативных актах – это территория общего пользования. Юридического статуса как участка лесного фонда не имеет. И не важно, кто как это называет. Важно, что из себя она представляет в юридическом смысле этого слова. Поэтому слово «подлог» здесь как минимум неуместно. А регламенты, они, соответственно, перестали иметь место быть. И та работа, которая, они не были завершены, та работа, которая вот на основании генерального плана, мы сейчас уже наметили, как раз и будет состоять в том, что определение этих городских лесов, границы их, вынос в натуру – это термины, соответственно, профессиональные. И все, вот тогда это все и случится. Но это будет на основании как раз и запланировано на предстоящем году эта работа. Спасибо. Юрий Иванович, какие позитивные перемены ждут тех, кто переедет в результате и Роменчан в целом на основании КРТ? Ну, дело в том, что в Московской области утверждены стандарты качества жилого помещения, комфортности проживания на территории. Там просто большой очень перечень. Вот. Ну, самое, наверное, такое, то, что порадует наших жителей, это как минимум на треть увеличение площади. Стандарты качества, они просто, ну, как вам сказать, во-первых, это все будет с отделкой и со всеми. Те стандарты качества, это и доступная среда, и там, и консьерж, и различного рода опций, которые, в принципе, раньше только в архитектуре, там, VIP-классы встречались. Сейчас это будет доступно, не просто доступно, а будет нормой для, и законом для застройщика. Вот в том, штука-то. То есть мы получаем принципиально другое отношение просто к человеку, к обычному человеку. Юрий Иванович, у нас есть вопрос общий от членов инициативной группы «Сохраним Булонский лес». В 2016 году президент Российской Федерации Владимир Путин дал четкое поручение поставить все городские леса на государственный кадастровый учет. Сегодня, 27 января 2022 года, почему администрация Раменского городского округа не исполнила поручение президента и не поставила Булонский лес на кадастровый учет? Ну вот, мы посмотрели документы, да, то есть не в 2016, не в 2017 году и не в 2018, соответственно, эти не были запланированы, эти мероприятия администрации Раменского, соответственно, тогда района или сейчас округа. Соответственно, прошла эта реформа. Мы сейчас, собственно, руководство администрации, Виктор Валентинович Неволин, все понимают, что мы сюда пришли в 2019 году. То есть мы не могли физически исполнить поручение президента. И вот когда была создана нормативно-правовая база строительства, это новый генеральный план, собственно, это и базовый документ, на основании которого мы в этом году и запланировали вот эти все мероприятия. В 2022 году? Да. В этом году? Да. Ну, генплан был утвержден в декабре 2021, соответственно, вот все эти мероприятия у нас запланированы на предстоящий год. Благодаря комплексному развитию территории будет создан эталон нового прочтения наших территорий, да, и об этом вы уже сказали, что действительно и жилье, которое будет соответствовать ВИАП-классу и соответственно инфраструктура, но вот Артем Владимирович Усиков обеспокоен, почему администрация Раменского хочет уничтожить вековой лес, как вы планируете пересаживать вековые сосны, следуя ответам от ЦУР Раменска обеспечить компенсационную пересадку, в каких горшках вы планируете пересаживать? Ну, остроумно, конечно, товарищ Усиков, насчет горшков, да, но я уже немножко коснулся этого. Дело в том, что это у нас, да, мало того, что это эталонный будет проект, так мы его еще уже интегрировали в центральную, во всяком случае, часть города. Дело в том, что помимо компенсационных высадок в непосредственной близости от этого квартала, мы предусматриваем очень большие работы на озере Пионер, соответственно, расширение благоустройства Чернавки и небольшой вот такой вот хордочка, это в районе Первомайской улицы. Вот, и все это связывается на, пока вот идея такая, велосипедными дорожками, которые еще не были в Раменском. Именно велосипедный трафик у нас есть уже на этот счет и взгляд, и некие намерения. И самое главное, что как раз в мероприятиях, о которых мы до этого говорили, о создании вот этих городских лесов, мы как раз вот эти все статусами награждаем эти территории, не награждаем, а присваиваем их, то есть с границами, со всеми. И вот эта вот связка велосипедная с закольцовкой, соответственно, через Кратово, через вторую школу, она, собственно, и будет образовывать тот самый экокаркас, о котором мы говорили. Понимаете, дело в том, что когда мне говорят, что это легкие города, да, то я немножко не согласен, это исключительно профессионально не согласен, доминирующие ветра в Раменском и в Московской области, это северо-западное и юго-западного направления, соответственно, легкими городами у нас является, ну, для этой части города парк с восьмидорожьем там, с лесом Кратово и все остальное. Вот наши легкие. А это, если анатомию брать, то это немножко другой орган, но никак не легкий. Юрий Иванович, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Татьяна Ивановна, я хотела бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а будет ли благоустраиваться территория фабрики Красной Знамя? И что же там будет такое делаться? Спасибо. Да, я с вами полностью согласен. Представляете, в центре города гигантская территория и пустует. Есть проект, он уже прошел Градсовет области. Правда, это все уровень концепта, но очень интересный проект, при том, что он был еще сделан в рамках, ведь фабрике был присвоен статус вновь выявленного памятника архитектуры, соответственно, регламенты, которые позволяют использовать эту территорию, они очень жесткие. Но и тем интереснее этот проект, но я не буду раскрывать его там какие-то особенности, но он интересен тем, что это сохранение исторического наследия. И самое главное его достоинство, как мне кажется, потому что это важно, раскрываются в этом проекте, открываются две транспортных артерии, которые раньше и были транзитными для горожан. И таким образом разгружается и центр города за счет одностороннего движения в одну, там, соответственно, в другую сторону. И эта территория становится частью города. Она перестает быть замком таким в центре, в самом центре города. Ну и, соответственно, дальнейшими всеми мероприятиями мы ее интегрируем уже в тот самый парк, да, потому что сейчас идет очень красивый проект, реализация проекта реконструкции самого городского парка. Собственно, сама идея-то как раз и возникла, когда мы получили проект реконструкции парка. Ну зачем нам парк оставлять в границах? И сама идея как раз и была там, там она и возникла. Двигать парк в город. Не статусом, что это парк, а именно ощущением, что ты находишься в парке. То есть ты... Ну вот тот самый девиз, о котором я говорил. Город-парк. Да. И как раз идеология генплана это создать город-парк, правда? Так точно. И Сергей Александрович Кузнецов задает вопросы. Где вы собираетесь с локацией города пересадить 10,83 гектара леса? Укажите точные координаты. Почему не учитывается мнение живых людей, что позволяет Раменская администрация нарушать статьи 48, 58 Конституции Рыжи? Ну, мы опять, мы уже частично ответили на этот вопрос. Значит, пересаживать 10 гектар никто никуда не собирается, поскольку из тех самых девяти, которые, если мы опять возвращаемся к территории Булонского леса, то остается три, это арифметика, да. Причем мы кратно, кратно компенсационно, там же, в этом же месте, соответственно, высаживаем. А локации, я вот только что говорил, те самые, которые там, это озеро Пионер, это расширение благоустройства Чернавки, это Первомайка. И, соответственно, в эту же историю мы хотим зашить как раз предыдущий вопрос, это фабрика, да, Ратекс. То есть, вот это правый берег, если мы смотрим на Борисоглебский озеро, мы как раз таки и хотим вот в эту вот, собственно, локацию и в виде леса, его же надо там создать еще, понимаете, вот эти ветлы, которые там ни о чем. То есть, это будет полноценный бор. Почвы, на которых находится вот эта часть города, именно эта часть, они реликтовые, они позволяют очень быстро, очень спокойно получать нужные сосновые, сосновые, там скажем, сосны, елки, там вот это все породы деревьев. Потому что вот сейчас, например, на молодежке все знают прекрасно, то есть достаточно было 20 лет не пахать поле это, и мы там имеем уже вполне себе сосновый такой небольшой лесок. И эти почвы, как раз реликтовые, они именно позволяют спокойно смотреть в будущее. То есть, достаточно оставить территорию некую в покое, обеспечить ей статус неприкасаемый, и природа, она очень быстро, она репродуктивна у нас, слава богу. Это как раз доказательная база того, что с эко-каркасом вот в Раменском все отлично. Пока вот он регенерацией, то есть обладает этими свойствами. Юрий Иванович, у нас есть вопрос, который нам задала Надежда Николаевна на нашем сайте телевидения. Поселок Желка, территория Самар-1, в утвержденном генплане Раменского городского округа в декабре 21-го вошел в границы населенных пунктов, когда эта информация будет доступна в открытых источниках. Мы не можем газифицироваться по соцпрограмме по этой причине. Спасибо. Генплан был утвержден в декабре прошлого года. Соответственно, вся рассылка, он уже опубликован в открытых источниках. Наверное, речь идет о том, что когда он будет подгружен в государственные системы различные, ну это буквально там вот в течение вот этого месяца должно произойти. Января? Да, да, но январь там плюс-минус, потому что мы здесь уже, мы как бы утвердили, мы сделали это, нормативно-правовое базу строительства. А сейчас вот эта вот рассылка государственных систем всех, это Росреестр, там вот это все, это об этом речь идет, чтобы уже социальная газификация, они же смотрят, входит граница, не входит. Вот, генплан утвержден, соответственно, граница сходит, но это дело времени. Нет, я не могу сейчас судить о своих коллегах федеральных. Но то, что это свершилось, это факт, но осталось... То есть остается подождать какое-то время, да? То есть все будет хорошо. И еще один вопрос от Ирины. Добрый день, скажите, вам не кажется, что символику Раменского пора менять, потому что нынешняя градостроительная политика, программа комплексного развития территории не отражает природно-географические, исторические и культурные особенности округа. Вместо колокольни, ельни на флаге и гербе должны в ближайшее время появиться дома, как и в Булонском лесу, вместо сосен дома. Как это не печально? Остроумно, Ирина, да. Ну, я отвечу примерно в том же ключе. Дело в том, что те мероприятия, которые запланировали мы на предстоящий год, ну, наверное, придется добавлять на гербе этих елок. Там их сейчас четыре, насколько я помню. Ну, и парочку точно можно давать. То есть если менять герб, то, наверное, вот в этом. Потому что, еще раз, я уже не шучу, на самом деле, те мероприятия, которые предусмотрены, они кратно увеличивают. Потому что особенности города как раз и состоят, что мы опять возвращаемся к проекту город-парк. Так что, если менять гербуем, то только добавлять количество елок. Спасибо. Мы уже сказали, и вы сказали о том, что эко-квартал звучит очень красиво, потому что предполагает зеленую территорию, которая дышит. А вот Ирина Дмитриевна Гранкина обеспокоена, что может произойти иначе. Она спрашивает, какие цели преследует программа комплексного развития территории. Почему программа включает действия, которые приведут к серьезному ухудшению экологической обстановки в городе. И здесь же Николай Сергеевич Маркин спрашивает, где можно ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду проекта застройки. Ну, если с конца, если позволите, буду отвечать. Соответственно, это вся вот эта документация, это все в проекте планировки застройки самой территории будет. Естественно, ее сейчас не существует, поскольку аукциона нет и правового статуса. Ну, то есть, это все предстоящее. Причем, если мы посмотрим, вообще, вот я специально подготовился, потому что я знал, что примерно, о чем будет идти речь. Вот дорожная карта, да, по КРТ. И буквально сегодня вот к нашему эфиру прислали коллеги из Москвы. То есть, представляете, 26 пунктов. То есть, до выхода разрешения на строительство, то, о чем мы говорим, да, 26 этапов. 26. И заметьте, например, вот проведение аукциона, это то, что вот я вот и говорил, да. 22-м, то есть, это когда уже практически две трети работы будут сделаны, будет проведение публичных слушаний этого проекта. Проекта еще нет. Вот. И когда появляется проектная документация, еще и будут публичные слушания, где мы все это все увидим, где мы все это оценим, и урон, и ущерб, и достоинства, и недостатки, ну и много чего еще. Вот о чем речь. То есть, мы сейчас говорим о неком пилотном проекте. Он пилотный вообще во всей стране. Это буквально первые-первыхые шаги. Естественно, опыта, практики нет. И, ну, при этом работа очень интересная. И главное, что задача-то какая? Опять же, расселить... Островок в черте города, прежде всего, да? И расселение, расселение вот этого всего, вот этого... Вот главная-то его задача-то, этого КРТ, не срубить там, где-то лес, нет, а расселить людей, дать им человеческие условия проживания. И при этом сохранить. И при этом сохранить, и приумножить, я не побоюсь этого слова, отсылаясь опять там к Ирине. Приумножить. Ну вот, опять-таки, сохранить, приумножить, это всегда плюс, потому что мы практически, как вы уже сказали, живем в лесной полосе, потому что действительно нас окружает лес. А вот все же лес будет затронут. И вот Нина Александровна Степанова спрашивает, сколько денег планируется потратить на застройку, Булонского леса, бюджетный или частный капитал? Кто получит прибыль от продажи недвижимости на территории Булонского леса? Ну, это все привлеченные инвестиции, кто и сколько будет тратить, это опять, ну, мы уже ответили на этот вопрос, это все в результате, это аукционы, торгов там, это мы все это увидим. Сейчас вот я, ну, не о чем говорить. Это станет ясно. Да, это все, это все наше будущее, и самое главное, то, что, собственно, сам проект планировки, он, еще раз повторюсь, это будет общественное обсуждение. И вот Нина Александровна Степанова еще пару вопросов задает. Где план благоустройства и социальной инфраструктуры для новых жителей 6 тысяч квадратных метров, для них потребуется больница, школа, детсад, работа? Каким образом новые жители будут добираться до работы объектов необходимой инфраструктуры? Ответ прежний. То есть это будет определенно проектом, но от себя могу добавить, что непосредственной близости, да, данной территории у нас, соответственно, в предстоящем году, где-то в конце предстоящего года, в начале 23-го, планируется запуск МЦД-3. И вот эта конечная, собственно, остановка в районе 47-го километра, ныне ипподром, как раз тратится на пересадочный узел. Ну, а о достоинствах и недостатках, вернее, только о достоинствах МЦД-3 вообще говорить не приходится. Собственно, вот этот вот хаб транспортный здесь, потом генпланом предусмотрена, здесь же важнейшая абсолютно артерия, то есть мы делаем дублер улицы Гурьево, единственная улица, которая, собственно, ведет на север, а развитие города как раз планируется на север. И, соответственно, транспортный проезд, который в непосредственной близости от дорожного находится, это получаем реконструкцию этой улицы с дальнейшим ее проходом через бывший 11-й микрорайон, 10-й покасательный, с выходом на платный дублер Гурьевского шоссе. То есть это комплексный такой проект, и уж, а если возвращаясь опять в наш лес, наши эти дебри, то, собственно, там это все и вопросы. Но потенциал огромен, то есть МЦД-3, выход на, соответственно, дублер Егорки, как ее в народе называют, то есть проектом будет уже определено все. И опять же мы это все увидим, никто ничего ни от кого прятать не собирается, просто для понимания. Это абсолютно открытый доступ. Спасибо. У нас есть еще один телезритель, который хочет задать вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Меня зовут Харькова Марина Ивановна. Я проживаю в Раменском районе, поселок Быково, в аварийном доме, который подлежит расселению еще в 2021 году. У меня вопрос к Юрию Ивановичу. Вот сейчас я слушаю про то, что, значит, хотят снести Булонский лес, построить там жилье для людей, которые живут в таком же ветхом аварийном жилье. И наша ситуация. Нам уже второй раз дофинансируют. Вот сейчас нам предложили ориентировочно по 80 тысяч за квадратный метр. На эти деньги мы ничего вообще купить совершенно не можем. Жилье нам не предлагают. Мне хотелось спросить у Юрия Ивановича, почему в нашем округе люди, которые поставлены в одинаковые условия, на самом деле, получается, по итогу могут претендовать на разные. Кто-то, кому-то можно дать 80 тысяч за квадратный метр и пинка под задницу. Пусть он решает вопросы. А кто-то, значит, поедет в экологический поселок с этими удобствами и так далее. Спасибо. Ну, здесь, да, здесь вы правы. Дело в том, что сам институт КРТ, в начале передачи, он буквально там ему годик. Ну, как вот ребеночку бывает годик, так и ему годик. Мы только-только начали реализацию. Ну, и видите, кстати, с чем сталкиваемся. Ну, это понятно. У кого черненькая белеется, у кого беленькая чернеется. Кстати говоря, я сам житель Быково. Это моя родина и хорошо очень знаю всю эту территорию. Вот смотрите, я вот отвечаю. Дело в том, что речь идет о привлечении инвестиций, да. То есть это не бюджетные деньги, это не муниципальные бюджеты, то есть сам институт КРТ. И могу вам даже, знаете, какой-то даже такой позитивный такой посыл дать. У нас сейчас еще один КРТ, это по Ильинке срабатывает. Если мы находим, да, вот территория вот Ильинки, Быково, Кратово, да, она же инвестиционно очень привлекательна. Но с учетом того, что только-только вот эта программа началась, ни опыта нет, ни практики, но мы вот сейчас вместе с самим процессом и мудреем, и умнеем, вот, вот, то Быково очень привлекательная территория. И если сейчас все это пойдет вот так, как предполагается, позитивным, если, то, соответственно, может быть и вам это. А определять, кому где жить, ну, это жизнь определяет, это не мы. А Быково очень привлекательная территория, и вполне себе возможно, что доберемся и до вас. Да. Все, я закончил. Спасибо, Юрий Иванович. Комплексное развитие территории, о которой мы говорили, это не уничтожение леса, правда, а сохранение экоструктуры, это так. Правда? И приумножение. И приумножение, причем создание действительно такого города-парка, правда, о котором вы говорили уже не единожды на протяжении нашей программы. Наверняка есть какие-то другие аспекты, о которых вы можете рассказать, кроме вот того, о чем мы говорили всю программу. Ну, например, о генеральном плане, да, наверняка в его рамках есть и какие-то другие проекты, которые будут реализовываться в городе. Да, безусловно, поскольку, что такое генеральный план? Ну, понятно, что это план развития, перспективного развития. Но если уж совсем по юридизм некий, это нормативно-правовая база строительства. Вот главный его функционал, то есть возможность инвестиционной какой-то некой составляющей данной территории, где инвестор видит направление движения. Мне кажется, главным достоинством, ну, одним из главных достоинств того документа, который мы утвердили, это все-таки транспортный каркас, который нашел отражение именно в генеральном плане. Я уже говорил о дублёре улицы Гурьева с выходом, соответственно, на платный участок дублёра Егорьевского шоссе. Считаю важнейшей победой этого генерального плана, этого документа, будет Лотарёв, не будет Лотарёв, там будет Неволин Плынов, не будет. Это уже документ, который, соответственно, к реализации. Речь идёт о ещё одной эстакаде в районе. Это продолжение улицы Десантной. Чтобы горожане знали улицы Десантной, это бывшее Новорождественское шоссе. Дело в том, что Жуковского не было, там было огромное село с монастырём Новорождественской улицы, так же называлось Новорождественский тракт. Новорождественский тракт. И до строительства железной дороги, оно совершенно спокойно люди попадали в центр города. Если так мысленно проследить, как этот трассер проходит. Соответственно, в этом месте генеральным планом предусмотрены новые путепроводы. А ещё? Что-то в городе. Соответственно, дублёр Гурьева, эстакада. Дело в том, что сейчас вот жуковчане достраивают свою дорогу. Мы уже своим транспортным предложением тоже, чтобы не уйти от этих пробок, потому что они, ну, понятно, что негатив сплошной. Что ещё в генеральном плане? КРТ зашито, вот эти вот потенциальные территории, это наиважнейший был вопрос самого генерального плана. Функциональные зоны, соответственно, определены. Почему? Потому что многие знают, что территория районского округа, ну, если вот взять там карты прошлых, там, 70-х, там, ещё годов там. Это поля, то есть это СХ назначения земли и леса. По сути дела, аграрный район. Соответственно, реформа земельная она прошла, но статус этих СХ назначения территорий так и остался. Мы получили, немножко сработали на опережение, то есть некие кластеры промышленного развития, логистики, всё остальное. Почему? Потому что, например, дублёр бетонка, ЦКАД, соответственно, то есть бетонка становится дублёром по территории районского округа 60, самый большой отрезок Московской области ЦКАДа, порядка 66 километров. Вот, это ещё один такой драйвер, да, экономики, там, развития округа. А в центре города будут какие-то перемены? В центре города, да, запланированы реконструкции, не только парка, который уже, кстати, идёт, запланирована реконструкция площади Победы. Проект сейчас вот, ну, в таком он низкоконцептуальном пока формате находится, но надеюсь, что в этом году мы его закончим. Создание принципиально нового, а ещё связка площади Победы в рамках именно реконструкции и расширения парка городского. Создание соборной площади на, ну, это такое рабочее название, на территории вот этой депрессивной, незаконченной стройки лабораторного корпуса. То есть, просто чтобы для понимания, это центр города, мы имеем эту жемчужину в виде городского парка и вот это безобразие, которое творится вот в буквально непосредственной близости. Туда же, кстати, уже на уровне мы согласовали с областью, это восстановление, ну, пусть оно будет такой некой репликой, то есть прямых чертежей нет, соответственно, обмеров нет, это восстановление здания-усадьбы, которое пойдёт в рамках, опять же, инвестиционного проекта, ну, для социальных вот этих вот детишки там, я не знаю, выставочные залы, но у нас нет ничего этого. То есть, если говорить о городе, то, конечно, основной такой вот, хороший такой, в хорошем смысле этого слова, это в центре, потому что у нас нет центра, это и фабрика Ротекс, которая сейчас с остатками пожара, это и народное имение. Юрий Иванович, спасибо вам огромное, вы меня простите, пожалуйста, просто время наше, увы, истекло нашей программы, поэтому я вас благодарю, спасибо вам за ответы, спасибо, что вы исчерпывающе ответили на каждый практический вопрос, поэтому я желаю вам всего доброго, до новых встреч. Спасибо, спасибо, до свидания. Спасибо и вам, дорогие телезрители, что всё это время были с нами, до свидания, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова